Играю на Часком, и мой соперник это Фабиано Куруано. Вот такой вот сюрприз для меня тоже, что он согласился принять мой вызов. По три минутки. Первая партия у нас. Рейтинг у Фабиано 3002 на Часкоме в Блиц. С моим, конечно, не сравнить. Ну и уровень тоже наш. Конечно же, не поддается сравнению, поэтому для меня будет задача зацепить хоть какие-нибудь полу очка, я думаю. Необычную схему разыграл Гроссмейстер. Вывел сначала двух коней, а потом уже все остальное. Немножко опережаю в развитии. Все-таки белопольный слон еще не выведен у черных. Поэтому я постараюсь как-то захватить центр побольше. Так, задумался. Фабиано. И ферзь Е5. Вот что мне делать с пешкой Д5, я пока что понятия не имею. Совершенно. Может быть сделать короткую рокировку, или ладят С1 вообще. Давайте ладят С1 попробую. Может быть удастся съесть на С7. На ферзь Д5, наверное, могу побить ферзь Д5. Потом Е4 сходить. Там вроде проблем быть не должно. Что же тут предложит Фабиано Круана нам? Подолгу задумывается, кстати. Ну, по прошлым его играм могу сказать, что он умеет вовремя ускоряться. Беру на С7. Так, и он съедает на А3 еще дополнительно пешку. Придется куда-то отходить. Или может быть Е4 вообще сыграть. Попробую Е4. Воспользоваться тем, что его слон еще не вышел. Быстро сделать рокировку и возможно атаковать ходом Е5. Так, но не дает мне это сделать грязь мейстер. Ход Д6 направлен на то, чтобы не дать мне сыграть Е5. На слон Ж4, видимо, пойду Ферзь Е3. Потом, может быть, Ферзя на Д4 переключу, сыграю Ф3. То есть, может быть, какая-то компенсация возникнет. Может быть, попробую Ферзя отловить. При большой удаче. Ферзь на Д4. Хочу сыграть Ладья А1 с поимкой Ферзя. Соперник видит, конечно же. Возвращаю Ладью на С2. Далее, может быть, Ф3 сыграю. Так, давлю по времени сильно гроссмейстера. Позиция вроде тоже более-менее, но он начал резко ускоряться. Такое ощущение, что форум мне давал во времени. Специально. Бью на Б5. Еще раз бью. Так, и надо как-то уже отъедать, наверное, пешку. У меня просто лишняя пешка на доске, ребята. Против Фобиана Куруаны. Ф4. H3. Сейчас буду отлавливать коня. Ферзь Д4 уплотняюсь. Ладья Б4. Король H2. Так, ну здесь мне вроде ничего не грозит пока что. Ферзь С4 пойду. Так, что же здесь делать? Главное не занервничать в такой момент. Хотя это действительно тяжело. Ж3. Так, Ж5 начинает меня взрывать. Очень жестко. Ферзь Ф1. Так, Ферзь Ф3 пока. Ладья Б3. Хочу уплотниться. Так, поставлю пока ладью на Е3, потом на Е2. Ф5 начинает жарить меня соперник тут. Может быть как-то мат удастся поставить. Ферзь Е6. Так, ладья Ж2, по-моему матую просто. Ура! Это победа над Фобиана Куруаной. Отлично! Вот это старт. Да, даже не верится. Самого претендента еще в недавнем названии чемпиона мира обыграл. А если бы он выиграл у Карлсона, я бы смог сказать, что я обыграл самого чемпиона мира. Так, Конь Ф6. Слон Е7. Забрал. И Ферзь Дэси. Вот такую схемку ставлю. Так, но эту партию он играет гораздо быстрее, чем прошлую. Наверное, ему стало обидно, что была хорошая позиция. И, конечно же, неприятно ее было запороть. Тем более, какой-то там мастер Фида играет против. Ф6 ставлю. Так, вот здесь, наверное, лучше слон Ж8 отойти, в таком ключе сыграть. Ладья Б8. Так, слон Д5. Забрал. Я попытаюсь как-то выгнать Ферзя отсюда, наверное. Конь Е7. Может быть, Д5 вообще? Ладно, Ферзь С7 пока сыграю. Так, Ферзь на Ф7, да? Залез уже. Ну, тяжело, конечно. Позиция объективная, наверное, даже безнадежная уже. Так, конь на Д5 пришел. Съем его, наверное. Так, и скидаю еще на Д5 ладью. Все-таки очень ценно, что прошлую партию я выиграл именно по позиции, а не по времени. Сумел какую-то матовую комбинацию организовать. По времени, конечно, было бы менее приятно. Рубить флаги и так далее. Ценность от этой победы была бы гораздо меньше. Ну, тяжелая позиция здесь в Эншпиле. Может быть, и есть какие-то шансы там связанные с Б5 и так далее, с давлением на пешку Д6. Но объективно очень тяжело здесь играть. Б5 играю. Пытаюсь что-то создать. Может быть, королем на Е6 прибегу. Ну, вообще, надо подтягивать короля, конечно. Здесь король Ж8, король Ф7, король Е6. Может быть, удастся все-таки на Д6 пешку отгрызть. Так, подтягиваю потихоньку фигуры. И вот здесь он успевает, наверное, поставить коня на Ц5. Или у меня есть ход с Е7. Вроде как есть. Так, он забрал. Зачем я вообще отдал эту пешку, тоже непонятно. Могу А6, правда, тут пойти разок. Забрал. Так, ну и ладья Д4. В принципе, я думаю, что здесь еще есть шансы какие-то на спасение определенные. Слон Е7. Так, а если забрал, ладья Е7 будет, да? Неприятно. Просто неприятно, просто проигранно будет. Так, ну и есть ход король Е6. С идеей слоном уже взять на Б4. Так, слон Д6. Ну, давайте слон Д6. На ладья А6, естественно, сыграл ладья Б4. И теперь, наверное, ладья на А4 готов даже сдать две пешки. Но все-таки будет слон в этом окончании. На это неплохо. Так, слона на Ф4. И буду сейчас цепляться где-то. Или как-то зацепиться-то лучше. Пока что он только цепляется за моего короля. Так, и начинает очень активно вести пешки. Ну да, зевнул я конь Е3. И шансов на спасение уже практически нет. Так, король Ж2 не дает никаких шансов. Конечно, должен сдаться здесь. Так, идем дальше. Когда еще такой шанс выпадет поиграть со вторым гроссмейстером мира? Так, слон Ф5. Конь Ж5, допустим, здесь запущу. Украинский вариант называется. Е4. И Ф4. Так вот. Слон Д3, например. Взяли здесь. И Д5. Так, возвращаясь к коням. Больше ему там делать нечего. В этой позиции. И, например, 2-0. Слон Е3 далее. На Коне В4 просто Ферзь Д2, наверное. Есть смысл отойти. Так же 5. Можно пробовать прогнать его, в принципе. Давайте Ж3, что ли. Так, король А1, наверное, с идеей. Конь Ж1 потом еще его отсюда выгнать. Мне кажется, неплохая позиция должна быть, в принципе. Да, Ф5 это ожидаемо. Наверное, здесь забрать нужно. И слон С5. То есть, с идеей просто поставить потом Коня на Е4. Ферзь Е3, с идеей Конь Е4. Выгоняет мои фигуры постепенно. Так, Конь Е4 все равно. На блокадное поле Коня по классике. Забрал на Ф7. Может быть, Конем на Ф2 все-таки. Конь Ф2. И потом Ладью на Е1 переключить. Таким образом сыграю. Может быть, Конь Д3 даже. Есть смысл. Так, сбрасывает пешку. Наверное, все-таки не надо было мне это позволять. Зря позволил сбросить пешку. Теперь еще Ладья подтягивается. Да, тяжелая позиция становится явно. Нужно как-то разменять слонов. Попытаться, по крайней мере, это сделать. На Б2 зеваю, на самом деле. Да, хорошая позиция постепенно гниет. Когда-то она была хорошая. Ну, Ферзь Ф2, наверное, попробовать можно так. Взять королем. Так, а если здесь пойти слон С3, например? Слон С3, Слон С3, Конь С3. Ну, хуже там будет Эншпиль, наверное. Так, что тут еще можно придумать? Д6 какой-то ход. Или С5. Ну, все очень рискованно. Ладно, попробую король Е3 вот сюда перевести короля. Вроде станут под связку, но как ее использовать? Наверное, это неправильно. Нельзя так играть объективно. Слон Б2. Просто буду стоять, смотреть, как меня тут обыграют. Теперь он сейчас должен проявить класс. Слон С3. Слон Д4. Пытаюсь развязаться как-то. Ну, если забрал, предположим. Сейчас будем смотреть, какова будет реализация у Гроссмейстера. Так, на это я внимание не должен обращать, на эти движения. Ни в коем случае. Иначе быстро развалюсь. А4, например. Таким образом. Куда-то переводит короля с соперник мой. Фобиану Каруана. Так, С6. Ну, съел, наверное. Так, видит ли он выигрыш здесь? Сейчас будем это узнавать. Угу. Дает мне развязаться наконец-то. Или нет? Нет, пока не дает. Ну, пешку отнял одну. Отнял пешку. Теперь, конечно, позиция крайне тяжела. Так, Король Е5. Закрыл здесь. Пытаюсь здесь отъесть. Быть не нужно мне было этого делать. Да, здесь я, наверное, погорячился. Проигрываю партию. Но одну удалось выиграть. И на этом спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok